всем доброго времени суток с вами канал art money и сегодня у нас видео обзор на такой вот чай коллекция чая здесь 8 чайных пакетиков плюс чайный цветок распускается вот так вот красиво каком-нибудь стакане такие вот здесь курсы должны быть лайм видимо с мятой просто зеленый чай еще какой-то зеленый чай с чем-то там укрочит как то так здесь виноград манго зеленый чай с чем-то и трюфели на самом деле мне больше всего интересный чай трюфельный интересно даже попробовать вообще люблю пакетики вот так набор 85 грамм не знаю сколько здесь штук и давайте его сейчас мы откроем какая красота такая прям коробочка сразу пошел аромат чая то просто бесподобно и вот он как открывается так он открывается такая картиночка так виднеется немножко немножко она уехала этот пакет как будто чай который красивый такой сегодня маленький кружочек но крупный больше фольгой пахнет честно говоря в такой большой коробочке хотелось бы конечно видеть побольше несколько штучек еще мало того ехал съехал ну ладно давайте посмотрим сколько их штук здесь 1 2 3 4 5 всего 5 штук и внизу там картинка неудобно брать вот здесь каждого каждого чая здесь просто по пять штук из того у нас получается 5 есть 15 20 25 30 35 40 40 штук ну как раз вам хватит на месяц с небольшим вот и в конце завершить как раз вот таким и так же мы будем с вами их пробовать достанем на ему с вами по каждому так пакетику выставим вот так вдруг за дружкой да тут кстати есть такая вот штучка ее отрываешь и можно закрыть плотненько вот очень смотрите как красиво тут написано все по-английски какой вкус набор набор просто классный так по-русски здесь вообще то есть вот да черный черный бойховый чай с ароматом бригамута пакетики значит все получается правильно тут уже кстати не так хорошо все видно здесь прям очень близко стоят буквы а вот здесь хорошо видно почему-то они разные как два разных производителя тут конечно не прочту наверное зеленый бойховый до мохито а тут мохито грейн ты зеленый чай тут черный чай зеленый черный зеленый тут наверное белый и черный здесь у нас черный так и пойду я поставлю чайничек и будем с вами пробовать очень прям не терпится скорее попробовать так у нас вот такие вот стаканчики посмотрите очень красивые которые достались мне по наследству мои любимой бабушки и форма посмотрите какая красивая цветочки так сожалению не их пять штук поэтому пока у нас там чайник закипает заварим с вами сначала зеленые чайник под белый зеленые они будут у нас и с трюфелькой вот такие у нас чаи получилось очень много ароматов поскольку я труфельку первой наливала сразу запах какой-то туфельки такое конфет что-то такое вкусное такое приятно потом сразу зеленый чай потом белый потом манго и лайм и вообще это все вместе это просто перебивает какой знаете нет какой-то букет ароматов таких вот не знаю что то бесподобно что то очень вкусное вот теперь ждем пока это все у нас настоится а немножечко остынет потому что горячее не пью вот мне нужно немножко чтоб он остыл и ждем так ну вот он наш чай немножечко остыл и мы будем его пробовать так первый у нас трюфелька смотрите какой он получился темным я их даже пакетики эти даже не трогала то есть вот они каждый он заварился сам даже вот белый чай не совсем прям белый но такой он довольно светленький самый светлый среди всех то есть после него наверное пойдет вот этот он позеленее потом вот этот он еще темнее этот еще темнее самый темный вот этот вот все у нас чайи зеленые почти кроме вот этого вот здесь у нас черный а ну в принципе да он такой более черный а эти вот считается зеленым этот самый самый зеленый и давайте попробуем первый у нас трюфелька с трюфелем да по вкусу он прям такой трюфелька ощущение как будто я растворила в воде конфетку трюфельную и просто пью чай такой с таким ароматом трюфельки послевкусие очень приятно не очень наверное больше необычно потому что как то с трюфелькой чай я нигде не видела честно ну такое очень приятно такой ароматный я думаю допустим кто любит трюфельки не хватает денег например можно купить чай стрелы со вкусом трюфельки и спокойно наслаждаться так у нас оригинал зеленый здесь я думаю он прям вообще сейчас будет самый зеленый зеленый да вкус такой прям терпкий такой насыщенный зеленый чай такой прям вот зеленый зеленый китайский так вот китайцы любят пить в таких вот стаканчиках и там прям зеленый зеленый такой чай такой ароматный такой вкусный вы знаете хочется пить и пить и пить вот очень вкусный я в принципе очень люблю зеленые чаи И вот этот мне прям очень понравился. Так, тут давайте попробуем белый. У нас белый чай, по-моему, с кусочками яблока и ароматом пита-хая. Пита-хая. Да, какая-то пита-хая там. Он, кстати, самый такой прозрачный, в отличие от этих. Ну, эти тоже прозрачные, но не настолько. А вот этот прям красивый. На вкус зеленый чай, яблоко и вот эта пита-хая. По ощущению, как будто цветок пиона или вот что-то такое. Ну, какой-то цветок, по ощущениям. Который, как будто бы там не должен быть. Но, с другой стороны, вроде ароматно, вкусно. И как-то страшновато. Ну, все равно, что вы возьмете листья тюльпана, заварите их и будете пить со страхом. Не отравлюсь ли я? Вот здесь тоже что-то непонятное. Какое-то слово пита-хая. Что там такое, я не знаю. Но по вкусу кажется, что какой-то цветок добавили. Лепестки цветка какого-то. Потому что он такой прям ароматный. Его хочется не пить, а хочется нюхать именно. Наслаждаться запахом, а не вкусом. Ну, тоже, в принципе, он такой необыкновенный, вкусный. В принципе, как и трюфелька довольно вкусная, необыкновенная. Тут тоже необыкновенная и вкусная. Так, здесь у нас манго. Сейчас я посмотрю. Да, здесь только манго. Попробуем манго. Да, у него и запах манго, и аромат прям такой манго, очень вкусный. Такой прям манго, манго и зеленый чай. Где-то, знаете, как манго и вот этот вот зеленый чай, их соединить вместе. Тоже так очень ароматно, вкусно. Нет, больше, наверное, зеленый чай вот такой вот и немножечко манго. Если здесь ощущается и яблоко, и какое-то непонятное растение, здесь, например, трюфелька, да, тут зеленый чай, то тут больше зеленый чай и немножко манго. Вот, и также переходим у нас здесь в мохито. Так, здесь у нас освежающий мохито, зеленый байховый чай с мятой, цедрой цитруса, цитрусовых, и ароматом мохито в пакетиках. Зеленый чай, так, цитрусовых каких неизвестно, не написано. Да, он пахнет прям такими цитрусами. Вкус тоже у него там, как будто и лайм, и лимон, и что-то еще там непонятное, много всего. Каких-то этих вот, эти цедры натерты, как будто, знаете, как огромная куча натертой цедры. Всех там, какие только может быть цедры там, как будто их там штук 20 натертых, получается такая большая куча, непонятно чего. Но запах у него ароматный, на вкус мне не очень понравился. Как-то даже немножко мой мозг замедлил он. Этот мохито, как-то мне всегда представлялось мохито что-то другое, и мне казалось, что он посветлее. Если, допустим, тут белый чай, то он светлее. Но, в принципе, довольно вкусно, наверное, если распробовать. Сейчас просто я пробую уже много чаев этих. Из всех, наверное, мне понравились вот эти два, наверное, вот эти три последних. Я очень сильно люблю зеленый чай. Этот необыкновенный, с каким-то там, чем-то там непонятным. Ну и, конечно, тоже трюфелька. Тоже необыкновенный. Я ни разу не видела в продаже чай с трюфелькой. Это первый раз. Наверное, вот эти вот три мне больше всего понравились. Но, не переживайте, у нас еще неиспробованных три чая. Таких вот, которые мы сейчас будем с вами пробовать. Это все три черных чая. Так, ну вот и наш чаек заварился. И давайте его будем пробовать. Здесь у нас черный байховый чай. Чисто черный. Мне даже кажется, что вот этот темнее чай. Этот цвет посветлеет. Вот этот. Этот еще немножко светлее. Хотя, наверное, для вас кажется, что все одинаково. Ну, давайте попробуем. Да, на вкус он получается просто чисто черный чай. Даже без горчинки. Хотя, в принципе, он постоял немножечко. Предыдущие у чаек я пробовала немножко. Дорчиночка была у некоторых. Вот. А здесь вот чисто черный чай. Самый обыкновенный. Такой. Самый-самый простой. Самый пакетик весь черненький. Довольно вкусно, необычно. И, честно говоря, мне напоминает этот черный чай, когда во время, вернее, после беременности, во время кормления я пила черный чай с молоком. И мне почему-то вот этот вот как раз я сейчас попробовала. Мне напомнилось, что не хватает молока еще. Какой-то даже и вкус как будто почувствовал, и отвращение. Но одно вкусно. Все равно такой он чисто черный, такой ароматный, такой, без всякой там химии, просто черный чай. Самый-самый обыкновенный. Вот здесь мы с вами пробуем. Так. Цейлонский черный, байховый, с ароматом винограда. Вот здесь аромат винограда. Пакетик очень прям пах виноградом, таким, прям таким явным виноградом. Наверное, красным виноградом, по-моему, зеленый по-другому пахнет. И давайте его попробуем. Да, запах прям у него винограда, как и сам пакетик. На вкус тоже черный, с виноградом. Чувствуется прям такой черный, с виноградом. Тоже весьма необычно. Так, оригинально. Честно говоря, первый раз пробую черный чай с виноградом. Такой вкусный. Такой, в принципе, можно сделать дома и самим. Или засушить красный виноград, купить. По-моему, даже есть какое-то вино, из Абеллы называется. Видно, у нас красное. Я так думаю, что и виноград красный. Засушить его, и, наверное, сделать. Дома он будет ваш понатуральнее. Мне кажется, даже, может быть, возможно, повкуснее, чем здесь. Надо будет, может быть, даже как-то попробовать. Напишите в комментариях, хотели бы вы попробовать сделать такой чай. Тогда я выпущу отдельный ролик на эту тему. Может быть, даже, кстати, попробовать сделать можно из манго. Также, вот, кстати, купить просто манго, сделать из манго. Из цитрусовых тоже вполне можно сделать. Оригинальный зеленый он сам продается. Труфельку, конечно же, я не смогу сделать. Это, понятное дело. И здесь у нас из кусочки яблока и петахайя. Петахайя я не знаю, что такое, поэтому те дальние два, но вряд ли. А вот именно манго и мохито можно сделать самим. И виноград. Напишите мне в комментариях, хотели бы ли вы или нет. Если хотите, да, хотим, напишите, если нет, нет, не хотим. Вот. И последнее на сегодня у нас с ароматом бергамота. Вот. Он тоже, кстати, пах очень ароматно. Да, он очень ароматно пахнет. Он, по-моему, самый черный здесь. И давайте его попробуем. Да, такой он по вкусу мне напомнил, наверное, вот этот чай. Когда вроде там все понятно, яблоко и что-то непонятное еще находится там по вкусу. Здесь тоже вроде понятно, что он там байховый. Да? Байховый, да, и с ароматом бергамута. И там, да, бергамут. Что-то такое неизвестно, непонятное, но, в принципе, он довольно ароматный. Его приятно пить. Чувствуешь такой аромат. Кажется, что действительно цветок какой-то может быть. Честно говоря, я даже не знаю, что такое бергамут. Вот. Никогда как-то не задавалась вопросом, что это может быть черный чай. Честно говоря, я не пью. Не пью уже более 10 лет. Когда-то там в детстве я пила, добавляла по 3-4-5-6 ложек сахара. Вот. А потом в какой-то момент попробовала я зеленый чай, мне он понравился. И я начала пить зеленый чай. Как-то черный даже не хочу. Не нравится мне. Вот. Сейчас, в принципе, да, можно попить черный чай, наверное, я даже вот этот с удовольствием попью. Вот этот, в принципе, тоже с удовольствием. Это, наверное, на любителя. Любителя. Вот этот тоже на любителя, конечно. Мохиту, наверное, я тоже тут положу. Тоже на любителя. Вот. Оригинальный зеленый, конечно, они вместе с черным просто великолепно будут смотреться. Вот. С удовольствием трюфельку. Она мне понравилась. Даже, знаете, я сейчас положила мешочек, и от него прям сразу трюфелька повеяло. Ну, и что-то необыкновенное. Да, манго и виноград у нас получается. Вот. Но виноград, я думаю, он немножко повкуснее. Манго, он все-таки как-то не то. Вроде бы манго, но не знаю, может быть, я просто манго не очень люблю. Не так часто его ем, но я бы выбрала виноград, наверное. Вот. Так вот я их разложила себе. Вот. Напишите в комментариях, какие, может быть, вы пробовали, какие чаи понравились вам. Вот. Также в описании ролика будет название каждого этого чая, перевод его, и сайт, и также описание каждого. Вот. Там аромат типа такой-то, такой-то, такой-то там. Ну, я думаю, у нас дегустация прошла успешно. Я долго к ней готовилась. На самом деле, попробовать каждый чайный пакетик это очень долго довольно. Я долго думала, как это сделать. Делать ли одну чашку, если я буду одну чашку делать, и ждать, пока она остынет, и потом ее пробовать. Это затянется у меня на несколько часов. Конечно, ролик получится там коротенький, но у меня это затянется. Поэтому сразу по несколько кружечек я делала, чтобы сразу попробовать, рассказать. очень надеюсь, что вам понравилось. Обязательно поставьте лайк, хороший лайк. Напишите комментарий, пробовали ли вы чай такой, какой вам понравился, пробовали ли вы от этой фирмы. Именно какие вам нравятся, потому что на сайт я зашла, там оказывается разные есть. Есть еще в треугольничках оказывается. Я думала у них может быть просто нету. Хотя в принципе могли бы сделать. Также коробочка такая я нашла на другом сайте стоит в районе 200 рублей. Мне ее подарили, поэтому я цены не знаю. также подарочные коробочки там есть и другие. На зоне я посмотрела. И не буду вас тянуть. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Artmania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, смотрите другие мои ролики, влоги, как мы с сыночком живем, моему сыночку год и десять. Также мои обзоры на технику, обзоры на продукты, продукты фикс-прайса, продукты обыкновенных магазинов, кулинарии. Вот. И всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. и под Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok